друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com есть сегодня у меня в обзоре очень интересный смартфон смартфон называется i ocean x8 это та модель которую мы очень долго ждали это такой себе флагман от китайской компании те кто знаком с подобной техникой сразу же скажу что это копия на sony z1 да он очень очень похож считаю что это однозначно не минус так как дизайн ну лично мне очень нравится давайте рассмотрим сразу же комплектации во первых коробка вот такая вот сзади есть очень много полезной информации точных технических характеристик обращаю ваше внимание что это восьмиядерная модель 2 650 миллиампер часов аккумулятор 5 7 дюймов кран 2 32 память 13 13 камеры это интерполяция а 13 основная и 5 фронтальная камера но 5 честных очень хороших во первых давайте посмотрим что в комплекте в комплекте поставляется вот такой вот бампер оригинальный вопрос в том что закрывать ли вот эту вот красоту стеклянную вот этим вот бампером наверное лучше стоит закрывать потому что я не знаю насколько он будет царапаться или не комплекте есть оригинальная пленка в комплекте есть зарядка юсб кабель и вилка для вскрытия вот этого вот слота под симки об этом чуточку позже больше принципе ничего нет насколько нужны вот эти вот все пленки я затрудняюсь ответить потому что производителям заявлено что здесь у смартфона gorilla glass 3 поколения что с переди что сзади вот я протирал остаются разводы от тряпки это ни в коем случае не царапины 5 7 дюймов дисплей спереди сразу же демонстрирую вам есть три сенсорных кнопки сенсорные кнопки они еле 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 подсвечиваются фронтальная камера на 5 мегапикселей датчик приближения датчик освещения и разговорный динамик с этой грани есть у нас качелька громкости вверх вниз и кнопка включения выключения сверху разъем под наушники с этой грани разъем под симки здесь телефон поддерживает одну микросим одну наносим то есть полноразмерных sim карт здесь нет снизу микрофон динамик и разъем для зарядки конструкция у нас монолитная здесь нет отдельно чтобы посмотреть аккумулятор неразборная конструкция сзади 13 мегапиксельная камера вспышка отличная логотипа и ocean и различные надписи хочу сказать что производителям заявлено что спереди gorilla glass 3 сзади то же самое покрытие так как стеклянное покрытие она очень маркая я не знаю как как ухаживать за такими смартфонами скорее всего нужно просто сразу одевать бампер ну а в случае чего бампер снять и предварительно протереть эту поверхность и удивить друзей что вот у меня вот такой вот китайский друг про удобство вот таких вот симок я уже говорил в своем обзоре уме x3 если есть ради чего жертвовать если есть ради чего мириться с этим неудобством я имею дизайн то тогда да это можно а так я считаю что это не совсем удобно сам смартфон 7 и 7 миллиметров по толще в толщину и вот это вот рамочка она металлическая смартфон очень похож также и на huawei p6 и на sony z1 благодаря вот этой вот стеклянной задней панели давайте посмотрим технические характеристики это очень такая интересная модель я думаю вы уже поняли что это модель флагманского уровня вы видите какой дисплей у этого смартфона в antutu набирает модель приблизительно 25 тысяч баллов кстати говоря про корпус корпус идеальный очень монолитный по диагонали если берешь его на перелом ничего не трещит не хрустит никаких люфтов естественно нету тут нечему люфтить тут монолитная конструкция значит прошивка 422 8 ядерный 6592 процессор мали 450 графический full hd разрешение камера 14 мегапикселей 2 гига оперативки 32 встроенных слота под карточку sd здесь нету но я считаю что 32 это с головой такого размера хватит для любых повседневных целей любого обладателя смартфона частота процессора 1 из 6 гигагерц 1 и 7 точнее гигагерц 5 мегапиксельная фронтальная камера количество точек касания мы сможем посмотреть через программку antutu тестер здесь пять точек касаний и z-device тест поможет нам посмотреть датчики модель напичкана самыми разнообразными датчиками здесь есть gps вайфай bluetooth компас акселерометр есть гироскоп есть nfc поддерживает телефон от г разъема юсб от такая чтобы подключить флешку мышку клавиатуру есть отличная вспышка датчик приближения датчик освещения то есть смартфон напичкан этими всеми датчиками по максимуму действительно прошивка здесь сейчас демонстрирую какой версии есть интересные особенности в прошивке сейчас будем разбираться вот такая вот прошивка очень важная вот эта вот информация номер сборки прошивка рабочая нормально со связью с вайфаем с симкой с вообще работой смартфона с автономностью то есть я советую эту прошивку что интересного в этом софте во первых прошивка такая себе своеобразная то есть у обычного какого-то и ocean xms например или у того же течель тесту из таких нет что здесь есть интересно во первых здесь все на русском языке есть вот две небольших 2 2 софта китайских они нам абсолютно не нужны я даже не классов что это такое не разбирался настройки экрана тут все понятно что мне показалось необычным во первых это датчики датчик движения то есть можно перелистывать в галереи музыку в браузере в лаунчере это все ставится но я привык привык такие функции выключать smart wake вот это то что действительно нужно такое же приблизительно было на уме x3 такой набор функций я буду пользоваться например я думаю что будут люди пользоваться однозначно это два в двойным топом по экрану когда смартфон выключен но когда я тестил уме x3 двойной этап там работал лучше здесь нужно как-то вот по своеобразнее попривычнее к этому смартфону нужно привыкнуть и как-то вот клацать он не всегда срабатывает зависимости от частоты от быстроты этапа то есть вот таком плане но он тоже работает здесь есть полноценное меню для разработчиков в принципе это все понятно есть ориентация экрана так как экран у нас большой 5 7 дюймов под одну руку но больше в принципе никаких особенностей таких нет гордостью конечно же этого смартфона является экран экран здесь 5 7 дюймов full hd он айпиес то есть здесь сто процентов суперовые углы обзора здесь сто процентов одна запчасть то есть модульный экран то есть screen никаких воздушных прослоек здесь нет особенность которую я заметил в этом смартфоне это что экран у нас тепловой что это такое я могу например например нажать кнопку даже не дотрагиваясь к ней это значит что он реагирует на тепло как это можно использовать это можно использовать зимой когда вы находитесь когда ваши руки в перчатках и вы можете абсолютно там через тряпку либо через еще что-то вот у меня палец в тряпке я могу лик легко клацать любые кнопки что о самом сенсоре что вот эти вот сенсорные кнопки это плюс такая фишка этого смартфона экран очень яркий очень сочный сейчас продемонстрирую вам его минимальный уровень яркости кстати корректно работает автофокус вот такой вот минимальный уровень яркости вот такой вот максимальный картинки картинки давайте посмотрим иногда кстати хочу сказать что не совсем удобен вот этот вот тепловой экран иногда как-то так просто пальцем вводишь вот недалеко от иконок и он сам нажимает то есть но не всегда это удобно реально экран идеальный в том плане что углы обзора здесь хорошие такие как они должны быть если это темная картинка то она не становится ни под каким углом не по диагонали нигде она не выцветает не становится серой любые картинки любые углы обзоров тут ну ты действительно экран очень классный мне очень нравится никаких пикселей с разрешением full hd на 5 7 дюймов здесь нет теперь такой момент в немножко негативный для меня я считал что такая модель во-первых модель довольно таки дорогая приблизительно 300 долларов стоимость этого смартфона звук что со звуком мне понравился звук разговорного динамика и микрофона слышно четко громко без нареканий в инженерном меню ничего настраивать дополнительно не нужно мне не понравился звук внешнего динамика вот это вот этот динамик звучит ну очень очень средне для такого уровня смартфона для такой сборки он принципе довольно таки гром но как-то звучит немножко по-дешевому и уж очень меня разочаровал звук через наушники с любыми наушниками я тестил то в принципе тоже довольно таки громко но нет мощности звука нет басов как-то так очень пресно пресно и наслаждение слушать музыку я не смог на этом смартфоне очень меня это разочаровал что касается производительности восьмиядерный mtk 6592 full hd 2 гига оперативки я запускал различные игрушки продемонстрирую сейчас вам но вроде бы ничего не тупит не ключит в общем давайте будем смотреть с играми в общем никаких проблем нет нормально запускаются все и с нормальным fps воспроизводятся теперь что касается аккумулятора аккумулятор здесь 2650 миллиампер часов довольно таки емкий аккумулятор на 5 и 7 дюймов я хочу сказать что разработчики постарались и сделали его довольно таки автономным сейчас продемонстрирую вам свои тесты в андуту тестере показала модель 592 балла для 5 и 9 дюймового дисплея это вполне себе хороший результат практически 4 часа со 100 процентов до 3 это у меня было воспроизведение youtube с максимальной яркостью со звуком и три часа это без перерывов играть в игру тоже довольно таки хороший показатель поэтому однозначно по аккумулятору у и оушена x8 однозначно плюс и все в этом плане хорошо касаемо gps gps тоже рабочий ловит спутники довольно таки быстро вот у меня первый старт был 25 секунд словил он у меня 7 спутников это тоже хороший результат важно чтобы такой большой смартфон 5 и 7 дюймов нормально работал с gps потому что это действительно важная функция камера здесь вот это вот 5 мегапиксельная камера основная камера на 13 мегапикселей я уже делал тесты видео фото качество мне очень понравилось у а и оушенов в принципе качество съемки всегда на достойном уровне хорошо работает и вспышка вот это я фотографировал в кромежной темноте в ванной видео запишу видео записывает формате full hd видео тоже довольно таки хорошего качества однако когда я делал тестовое видео то в переходах между какими-то сценами ну вот я сейчас вам продемонстрирую то что я имею ввиду какой-то вот эффект чего-то непонятного как какое-то что-то красное становится на экране не могу понять с чем это связано вот видите ну то же самое потом когда ты смотришь на документ который записал только что то же самое есть и на воспроизведенном видео в общем и это наверное недостаток этого смартфона возможно это связано с прошивкой не знаю максимально я вам рассказал все то что я сам лично узнал про этот смартфон цена смартфона приблизительно 300 долларов из наличия в украине дизайн очень интересный но нужно за этим смартфоном будет очень хорошо ухаживать потому что наверное носить в бампере потому что сейчас лето руки всегда там потные вот так вот эта крышка выглядит у меня после обзора то есть я ее не протирал ну в общем вот такого формата смартфон я считаю что это флагманская модель если вам нужен хороший действительно классный большой смартфон однозначно можно брать и ocean x8 здесь две sim карты отличные камеры еще как снимает фото и видео я вам продемонстрирую выложу сможете посмотреть нареканий с играми у меня никаких единственные минуса которые я могу найти в этом смартфоне это во первых то что звук звук в наушниках и звук внешнего динамика не такой классный как бы мне этого хотелось не такой например как у леново к 900 который просто был с самым лучшим звуком который я наверное слышал смартфонах отсутствие слота под карточку памяти ну можно может быть для некоторых это будет минусом однако мне 32 гига памяти внешних внешнего накопителя мне вполне достаточно для любых целей для там пятеры пятидесяти игр для пяти фильмов для тонны музыки и тому подобное вот такой вот смартфон с хорошим комплектом в комплекте есть бампер с хорошей ценой на этом все спасибо за внимание всего доброго вам и и и и и и